Генеральная Ассамблея заслушает выступление его превосходительства Мухаммеда Юсуфа Кала, вице-президента Республики Индонезия. Прошу сотрудника протокола сопроводить его превосходительство. Мне хотелось бы поприветствовать вице-президента Республики Индонезия господина Мухаммеда Юсуфа Кала. И я предоставляю ему слово для обращения к Ассамблее. Госпожа председатель, позвольте мне в начале своего выступления поздравить вас с вступлением в должность председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Для меня огромная честь выступать здесь и поделиться с вами взглядом Индонезии на своевременную тему нашей Генеральной Ассамблеи, 70 лет Организации Объединенных Наций, дальнейший путь к миру, безопасности и правам человека. По случаю 70-й годовщины, мы должны сказать, что ООН сейчас исполнила столько же лет, сколько Республики Индонезии в этом году. По этому случаю мне хотелось бы подчеркнуть три момента. Первое, достижение ООН за последние 70 лет, текущие вызовы и дальнейший путь. Во-первых, 70-е годовщина ООН – это очень хороший момент для того, чтобы оглянуться назад и поразмыслить над прогрессом ООН на пути к приближению тех идеалов, которые закреплены в Уставе ООН. 70-е годовщина ООН прошла под знаком утверждения цель устойчивого развития, и в этой связи мне хотелось бы выразить глубокую признательность Генеральному секретарю ООН за его руководство и за то, с какой последовательностью ООН ввел этот процесс. Также к историям успеха ООН относятся и миротворческие операции, которые способствовали поддержанию мира и безопасности. Действительно, ООН достаточно успешно предотвращала и преодолевала глобальные вооруженные конфликты в течение последних 70 лет. В настоящий момент более 100 тысяч военнослужащих участвуют в проведении 16 миротворческих операций во всем мире. Эдонезия гордится тем, что мы стоим на 11 месте по численности военнослужащих, которых мы выделяем для миротворческих операций. В данный момент мы выделили 2700 военнослужащих, и моя страна готова вносить еще больше вклад в будущее. Создание Совета по правам человека в 2006 году создало обзорный коллегиальный механизм, который позволяет отразить коллективные усилия государств-членов, направленные на укрепление сотрудничества и диалога в целях поощрения и защиты прав человека. Госпожа председатель, несмотря на достижения ООН, мы не должны почивать на лаврах, действительно, нам предстоит преодолевать еще очень много вызовов. В настоящий момент, когда мы проводим это обсуждение, еще многочисленные вооруженные конфликты бушуют в мире, страдает палестинский народ, и осуществление решения, предполагающего создание двух государств, по-прежнему скользает от нас. Недавний конфликт в секторе ГАЗа унес многочисленные жизни людей и заставил многих покинуть свои дома, более пяти тысяч применещенных лиц. Также ведутся различные конфликты, межусобнические конфликты, включая ИГИЛ, которые по-прежнему угрожают стабильности политической, и также ведут к многочисленным гуманитарным кризисам на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливии, Йемене, насильственные конфликты. ИГИЛ не только наносят серьезный ущерб нашим странам, в Сирии, ИГИЛ также уничтожает и памятники древних цивилизаций, и наше общее историческое наследие. Экстремизм, терроризм, радикализм по-прежнему являются очень серьезными глобальными угрозами. Индонезия последовательно играла свою роль в преодолении этих угроз, в том числе и первопричины, в частности с посредством межконфессионального и межкультурного диалога, обмена наилучшей практикой, в деле борьбы с терроризмом, а также укрепление международного сотрудничества. Индонезия также представляет успешный пример урегулирования конфликта посредством диалога и мирных средств. В августе сего года мы отмечали десятую годовщину подписания Хильсонского меморандума о взаимопонимании по АЧ, которое положило конец практически 30-летнему вооруженному конфликту. Нам хотелось бы вновь напомнить и отдать должное положительному вкладу Европейского Союза и ОСЕАН посредством их мониторинговых миссий. Мы также с беспокойством отмечаем, что мало прогресса удалось добиться в работе комиссион по разоружению. Нам по-прежнему не хватает необходимой политической воли для ядерного разоружения. Тем временем торговля стрелковым и легким оружием по-прежнему и представляет собой многомиллиардную промышленность. Промышленность, оборот которой исчисляется миллиардами долларов по-прежнему, нам также не хватает, как я уже сказал, политической воли для ядерного разоружения, а торговля стрелковым и легким оружием процветает. Также сейчас мы стали свидетелями наихудшего перемещения граждан со времен Второй мировой войны в связи с политическим кризисом, также межусобномерическими конфликтами и гуманитарными кризисами в течение последних недель. Мы также стали свидетелями огромного наплыва беженцев, которые бегут от насилия в Сирии, где гибнут сотни тысяч граждан, уже погибли сотни тысяч граждан. И люди покидают Сирию в войсках убежища в Европе, несмотря на опасности и сложности, с которыми сопряжен этот путь. Поэтому мы задаемся вопросом, достаточно ли делает ООН, достаточно ли политической воли он для того, чтобы преодолевать эти вопросы. Экономическое неравенство, нищета, глобальное неравенство по-прежнему причиняют большие страдания нам, несмотря на то, что даже сегодня более 800 миллионов людей во всем мире страдают от недоедания. Богатые страны, которые составляют около 20% населения планеты, потребляют 70% мировых ресурсов. Во многих уголках планеты женщины, дети, молодежь, лица с инвалидностью, престарелые, живут в условиях конфликтов и также чрезвычайных ситуаций. Они по-прежнему являются маргинализованными слоями населениями, и по-прежнему на них еще не сказался прогресс развития. Через 20 лет после первой конференции сторон по рамочной конвенциям по изменению климата мы по-прежнему еще должны прийти к универсальному соглашению по изменению климата в контексте торговли. Также нам еще предстоит увидеть прогресс и конкретные результаты Дахинской повестки дня в области развития для того, чтобы обеспечить торговую многостороннюю систему, которая основана на правилах, является открытой и равной. Мы также столкнулись с серьезной проблемой Эболы, также мы сталкиваемся с проблемами отсутствия толерантности, безработицы среди молодежи, бесконтрольной урбанизации. Все эти вызовы связаны с нехваткой прогресса в реформе ООН. Мы должны объединить свои усилия для того, чтобы преодолеть все эти вызовы. И в этой связи региональные учреждения, такие как Кассиан, также должны играть более важную роль, дополняя работу ООН. Госпожа председатель, ваше происходительство, уважаемые делегаты, мы должны работать сообща для того, чтобы обеспечить мир и процветание для народов наших стран. Мы должны положить конец конфликтам и ликвидировать глобальное неравенство. Мы также должны остановить распространение радикализма и насильственного экстремизма. нам срочно необходимо осуществить реформу организации объединенных наций. В настоящий момент в организации состоят 196 государств, а в 1957 году 60 членов насчитывало ООН. И в этой связи система ООН должна быть более инклюзивной и в большей мере отражать глобальные геополитические условия. Мы также, в том, что касается Палестины, должны обеспечить создание суверенного и независимого палестинского государства. Мы также должны обеспечить осуществление ЦУР своевременно и также должны обеспечить глобальные стратегии развития, которые будут соответствовать национальным условиям и приоритетам в соответствующих странах. Мы также надеемся, что предстоящая конференция в Париже по изменению климата позволит нам наконец-то прийти к столь давно необходимому соглашению по изменению климата, которое будет применимо ко всем странам и которое будет стремиться к тому, чтобы глобальное потепление оставалось ниже 2 градусов. Мы призываем ООН работать более эффективно с помощью партнерства, с помощью региональных механизмов для того, чтобы в лучшем образом преодолевать национально-региональные вызовы и в этой связи ОСИАН должна более активно взаимодействовать с ООН, стремясь вырабатывать более оптимальные решения для глобальных проблем. Также мы должны сужать глобальные разногласия, и мы должны всячески способствовать и поддерживать укрепление сотрудничества ЮК-ЮК. В этом контексте Индонезия создаст Азиатско-Африканский центр в качестве последующей деятельности по результатам Азиатско-Африканского саммита 2015 года, который направлен на то, чтобы активизировать партнерство между странами Азии и Африки в интересах мира и процветания. Наконец, для того, чтобы гарантировать безопасность для глобального сообщества, а также обеспечить полное выполнение принципов прав человека, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, а также для того, чтобы приблизить и создать лучший миропорядок, более справедливый, более миролюбивый. ООН должна также оказывать поддержку каждому члену организации. Мне хотелось бы поблагодарить вице-президента Республики